Здравствуйте, товарищи! Пожалуй, нет стольких разговоров и споров, говоря о здоровье. Ни по какому другому минералу, как по железу. И это совершенно не удивительно. Скажите, нет ли у вас проблем с железом, гемоглобином, ферритином, трансферином? Может быть, вы просто не знаете, не проверяли? Хорошо, тогда по-другому. Скажите, нет ли у вас анемии, упадка сил, усталости уже утром, слабости, низкой работоспособности, бледности или, может быть, головной боли? Часто люди говорят, что нет сил энергии, и это не мудрено. Ведь именно железо, входящее в состав транспортного комплекса гемоглобина, доставляет к каждой клетке нашего организма так необходимый ей кислород. А это и энергия АТФ в митохондриях, и основа жизни вообще. А вместе с кремнием железо поддерживает крепость волос и ногтей, эластичность кожи, оно еще и участвует в усвоении других минералов. Данное видео я приурочил к выходу революционного, долгожданного, уникального липосомального комплекса железа. Более того, это комплекс, в составе которого есть другие уникальные минералы в хилатной форме. Например, медь и селен. Информацию об этом комплексе я вам оставлю прямо под этим видео по ссылке. И чуть позже я вам про этот комплекс расскажу. Но вначале пару слов про гемовое и негемовое железо. Я перечислю вам самые яркие характерные признаки дефицита железа в организме, включая признаки скрытого железодефицита. И уже тогда расскажу про этот комплекс. Ну, все мы знаем, что кровь имеет красный-алый цвет, именно благодаря наличию железа в составе гемоглобина. Но есть еще не гемовое железо, которое не связано с гемоглобином. Но оно участвует в огромном количестве важнейших биохимических реакций внутри нашего тела. Оно необходимо и для выработки энергии, для нормальной работы иммунной системы. А детям оно необходимо для когнитивного развития. Для пожилых людей, для хорошей памяти оно тоже необходимо. Железо участвует практически во всех химических реакциях внутри нашего организма. И главными из них являются доставка кислорода ко всем органам, тканям и клеткам, регулирование дыхания и метаболизма. Недостаток железа обязательно приведет к низкой работоспособности и слабой активности. Потому что организму просто не будет хватать сил. И помните, от нашего с вами питания не всегда зависит отсутствие скрытой анемии. И у мясоедов, и у веганов скрытая железодефицитная анемия встречается часто. Просто не все люди распознают признаки реального внутриклеточного дефицита железа. Итак, каковы главные яркие характерные признаки дефицита железа? И вот каковы они. Зябкость рук и ног. Мышечная слабость. Головокружение. Шум в ушах. Головные боли. Обмороки. Мушки перед глазами. Тахикардия. Бледность кожи. Одышка. Синдром беспокойных ног. Хроническая усталость. Плохая память. Изменение вкуса и обоняния. Раздражительность. Перепады настроения. Ломкость ногтей и бугорки на них. Ломкость и выпадение волос. Ранняя седина. Но часто это бывает еще при дефиците меди. Заеда в уголках губ. Сухость кожи и наличие пигментных пятен. Боли на последних днях женского цикла. И некоторые другие признаки. Но помните, что не всегда бывает только дефицит железа. Очень часто бывает дефицит ферритина. Причем нормативы в последние десятилетия изменены. Что же касается полного раскрытия данной очень важной для жизни и здоровья темы. То есть проблем, связанных с дефицитом железа, в том числе скрытых. С дефицитом ферритина, неусвоением железа. С валентностью и другими важными темами. Включая какие анализы сдавать. И тут, уверяю вас, вы ничего об этом не знаете. Посмотрите мое видео с доктором Маршаком. Который занимается профессионально только темой, связанной с железом. Это двухчасовая лекция, которая перевернет ваши представления. И сделает вас специалистом не меньшим, чем любой врач, даже профессор. Ссылка будет на это видео прямо под этим видео, которое вы сейчас смотрите. Отнеситесь к этой информации более чем серьезно. Ведь длительное железо дефицитное, скрытое, порой анемия, приводит к очень тяжким последствиям со здоровьем. Часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта. Развивается постепенная слабость и даже атрофия мышц. У женщин происходят сбои менструального цикла, появляются боли, а при беременности возникает угроза выкидыша и преждевременных родов. Исследователями последних лет была доказана роль железа в обеспечении таких важных процессов, как деление наших клеток, синтез белка, РНК-ДНК, метаболизм коллагена, катахоламинов, тирозина и других биологически активных веществ. Около половины энзимов и кофакторов цикла Крепса содержат этот металл или функционируют в его присутствии. Частой причиной железодефицитной анемии, скрытого дефицита железа являются паразиты, гельминты. Хочу напомнить, что, скажем, одна аскорида взрослая может высасывать из тонкого кишечника до 30 мл крови в день. Посмотрите непременно мое главное видео о паразитах, а также два раза в год проходите комплексную антипаразитарную программу. Это защитит вас от очень многих бед. Ссылку и на видео, и на программу антипаразитарную я оставлю вам под этим видео. Также очень интересную статью о железе я оставлю вам прямо под этим видео под липосомальным железом. Ну а теперь, собственно, о нем. Всем нам очень повезло, я лично ждал этого более года. Итак, я рад представить вам новый комплекс, который в своем составе имеет растительный натуральный глицерин, фосфолипиды, которые как защитная оболочка окружают минеральный комплекс. И это позволяет с КПД близким к 100% донести содержащиеся внутри минералы до каждой клетки нашего организма. А сами фосфолипиды потом пойдут, будут участвовать в метаболизме построения клеточных мембран, то есть внешних защитных оболочек всех наших клеток. В составе также концентрированный клеточный сок пихты. СО2 комплекс граната, ну, чтобы железо не окислялось. И, конечно, органический коллоидный раствор гидрофильных наночастиц полимерной окиси железа. Также коллоидный селен, очень мощный антиоксидант. И медь, а также эльтерозин. Рекомендованную схему приема, дозировку, вы прочтете все под товаром у нас на сайте. Ссылку я вам оставлю под этим видео на этот липосомальный комплекс железа с другими минералами. Кстати, его можно применять детям самого маленького возраста, там расписано. Да, и кто в теме, этот комплекс можно применять совместно, ну или в течение дня, по крайней мере, с препаратом пихтель. И они только усилят и дополняют друг другу, и даже самые тяжелые ситуации помогут на 99 процентов. Скажем так, 100 не бывает на 99. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх. Подписаться, кто еще не подписан на мой канал. Нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео. Отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким. Поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.